Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное, вам здравствуйте, поговорим о Ольге Быковой. Вы знаете, не могу смотреть стрима ее в один заход и всегда делю на две части, потому что первая часть, я считала, она уже высказала все, что только могла, но нет, вторая часть стрима меня вообще впечатлила. Если в первой части Ольга Быкова рассказала, что женщины легкого поведения более высоко моральны и более порядочны, чем хейтеры, то вторая часть меня вообще покоробила. Быкова не перестает поражать своей какой-то, вы знаете, непосредственностью и вот именно самомнением, то есть кто-то внушил ей, что она особенная. И действительно, в этот момент мне хочется спросить, Оля, не жмет ли тебе корона, не мешает ли она на твоей головке, прочно ли она укоренилась. То есть думайте, кто-то, да, целенаправленно ей внушает постоянно о том, что она особенная, она лучшая, она выделяется. И вот здесь у меня возникает вопрос, благодаря чему? Понятно, благодаря детям. И интересный такой момент, да, что такое ощущение складывается, что и детей она рожала для того, чтобы чувствовать свою особенность. То есть когда она не смогла реализоваться в реальной жизни, а все знают о ее тяготах, лишении и все в этом роде, она поняла, что выделиться она может количеством детей. И потом к ней пришло осознание, кто-то ей внушил это осознание, что ей все должны и все обязаны. То есть она рожает для себя детей, но должны все кругом и вокруг. И вот именно вторая часть дала мне об этом понять стрима. Ну и так поехали. Опять-таки Быкова всю вторую часть стрима рассказывала о липецком хейтере. Ну, кто не знает, я, ребят, объясню. Липецкий – это адвокат биологической мамы Артема и Ульяны. У них идет борьба за детей. Ну, конечно, борьба это какая-то странная и непонятная, но это отдельная история. А здесь по факту, да, Оля рассказывает о том, как Липецкий ее атакует, ночью звонит, жалуется и приходят к ней проверки. Вот здесь у меня сразу возник вопрос. Кто помнит, несколько стримов назад Ольга Быкова очень громко заявляла о том, что они с адвокатом поставили Липецкого на место. И больше он ее не тревожит. А ведь получается как, что никто никого никуда не поставил. И здесь Быкова начала, конечно же, агрессировать и рассказывать о том, что Липецкие измываются над ней 6 лет. Он ее преследует, и никто с органов не подумал, как защитить меня от него. Правоохранительным органам Быкова сказала, что они последние твари, вдумайтесь, если я сдохну, то кто будет кормить и растить моих детей? Вот здесь, ребята, тоже интересный вопрос. Опять-таки, ее какой-то возвышенности над всеми. Она чувствует, что она выше кого-то на несколько голов. И как она далее сказала, что ее должны беречь как зеницу ока. И вот хочется сказать, Оль, ты человек действительно себя мнишь какой-то зеницей ока. У всех женщин дети, у всех женщин семьи, у всех женщин работа, какие-то обязанности. Но только ты мнишь себя среди всех какой-то возвышенной и зеницей ока. То есть, представьте, ее должны оберегать. И кто будет, если она сдохнется, держать и кормить ее детей? Оль, если ты не знаешь ответа, я тебе подскажу. Вначале предложат папе взять опекунство над собственными детьми и растить. Что, кстати, я думаю, Женя не откажется сделать. А второй вариант, конечно же, государство. Оно тебя не бросит и возьмет полностью на обеспечение твоих детей. Поэтому не тревожься ты так об этом. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Дальше, ребята, вот она пошла прям с претензией на собственную аудиторию. Она начала им предъявлять, да, что почему меня никто не поддержит? Почему мне никто не поможет? Неужели среди такого количества людей не найдется тех, кто в этом понимает, разбирается? У меня возникает вопрос. Оля, а как же твоя толпа адвокатов? Ведь они у тебя такие всесильные. И хейтеров на скаку останавливают. И Липецкого в горящей избе находят. Почему же здесь? Они не могут встать на твою защиту и найти на это на все управу. Возникает у меня один вопрос. Но, конечно, это все останется без ответа. Опять-таки, как она начала рассказывать о том, что у нее ощущение, что правоохранительные органы ему потворствуют, ему всячески помогают, что им тоже по приколу как бы над ней измываться, и она это чувствует. Вы знаете, вот здесь у меня хочется спросить, Оля, у тебя с головой в порядке? По-моему, ребята, это уже действительно мания преследования. И, прости, да, но каждый человек сталкивается в этой жизни с какой-то проблемой. Но здесь, опять-таки, Быкова считает, что все должны самоорганизоваться и ей помочь. Товарищи, вам уже нужно в таком случае по остановке Липецкого открывать флешмоб. Я не знаю, массово там какие-нибудь заявления писать, жалобы в органы. Ведь Оля как сказала, ей этим заниматься некогда. А вы это взвалите на свои всесильные плечи и начинайте. И вообще мне хочется сказать, что вам по факту нужно запасаться с утра попкорном. Потому что семья блогеров растет, сделали попкорн, сели и как сериал все это конкретно смотрите. И, конечно же, не только финансово помогайте, но еще и груз проблем Ольги Быковой взвалите, пожалуйста, на свои плечи. Ведь вы живете спокойно, у вас нет никакого головника. Так помогите женщине, которая эмоционально выгорела и выдавленная как лимон. Помогите ей решить все ее проблемы. Вы знаете, это какой-то парадокс. Но это тот человек, который умеет все свои проблемы скидывать на кого-то, на людей, на толпу людей. И не только финансовые. Но даже в этом направлении она меня действительно удивила, когда она сказала, организуйтесь, помогите мне составить заявление, помогите мне обратиться куда надо. Маленький вопрос, а почему люди должны в этом участвовать и помогать? Вы знаете, уже давным-давно ее канал с какого-то позитива перерос вот в полную такую какую-то, я не знаю, дыру, как бермудский трехугольник, черную дыру, в которой постоянно что-то происходит, постоянно какие-то проблемы. И уже этим всем просто, мне кажется, перенасыщили аудиторию. Они уже не понимают, как человек может столько страдать и столько выносить. И рано или поздно начнет доходить, что все-таки очень много в этом всем неестественного и ненормального. Потому что не бывает в реальной жизни так. Так бывает только у Ольги Быковой. И, кстати, опять-таки, вот она пугает всех бумерангом. А возможно, к ней этот бумеранг полным ходом и летит обратно. Опять-таки, как сказала Быкова, что ее адвокат за это браться не хочет. А у меня возникает вопрос, а почему он не хочет за это браться? И что же происходит на самом деле? Почему идут эти бесконечные проверки? И даже адвокат понимает, что это все бессмысленно. В чем зарыта собака? Вы же понимаете, что каждый преподносит информацию с того ракурса, как ему выгодно и удобно. И вот здесь у меня ощущение, что Быкова все-таки чего-то не договаривает. Потому что это регулярно происходит. Но, согласитесь, не будет участковый просто так бегать два раза в неделю. Все равно он бы уже сам устал от этого и искал какие-то лазейки, как этого не делать. Уже бы ей даже они сами подсказали, как с этим бороться. Но нет, Оля призывает своих зрителей организоваться и ей помочь. Составить исковые заявления, жалобы. И за нее это все сделать. Облегчить, так скажем, многодетной матери ее участь. Следующий момент, ребята, который меня покоробил. Когда к ней на стриме обратились с просьбой, да, и объяснили ситуацию, что ребенку необходим сбор средств на реабилитацию. Куда уже женщина не обращалась, везде отказ. Быкова очень четко ответила, я не буду выступать в вашу поддержку в сборе на реабилитацию вашего ребенка. Может, вы аферистка, может, вы даже у меня не спросили разрешение перед тем, как написать на моем канале. Ведь люди могут вам поверить. И опять-таки, ребята, я расскажу такую ситуацию. Здесь Быкова съезжает с темы по той простой причине, потому что она не видит аккаунта и не видит канала. Но Оля забывает, как буквально год назад к ней обращались блогеры, да, маленькие блогеры, да, с маленькими каналами, ну, с просьбой о сборе на лечение детей. И Быкова это все проигнорила. Не будет Быкова кого-то подпускать к своей кормушке. Своя шкурка ближе к телу. Это ее деньги. Это ее хомяки, которых, да, она дует. Она никого не подпустит и не разрешит организовать сбор кому-то. А даже обратите внимание, на этом же стриме люди хотели сбор в пользу того, чтобы собрать деньги на подарок Наташе. И Быкова сказала, я думаю, в этом нет никакой необходимости. Наташа будет довольствоваться продуктовым набором, который ей соберет Оля. То есть вы представите, Быкова будет стримить, надрываться, опрашивать, рассказывать, кидать ссылки, кидать донаты. А бабло пойдет к Наташе. Как такое может быть? Правильно. Никак. И в этом, опять-таки, вся Быкова. Относительно, ребята, ее какой-то уверенности в том, что она особенная, хочу отметить следующее. Когда я задали на стриме вопрос, с кем работает Наташа, Оля очень интересно сказала, что на данный момент Наташа работает помощницей многодетной мамы. И это самая крутая должность. То есть думать, если человек, который приехал ее детям подтирать попу, помогать ей по кухне, кормить ее детей, это самая крутая должность, потому что она помогает многодетной маме. Далее, у Наташи шикарная миссия дать мне отдохнуть. То есть, ребят, представляете, насколько, я не знаю, она зациклена на себе, она действительно верит в какую-то свою особенность, только благодаря тому, что у нее много детей. Считает, да, что вот это шикарная миссия, это самая крутая должность, помогать ей. Помогать, чтобы она могла выспаться, отдохнуть, расслабиться. И при этом Быкова рассказывает, что я встаю в 4-5 утра, потому что у меня скотный двор и у меня монтаж роликов. Оль, какой у тебя скотный двор, если люди тебе собрали на помощника? Не смеши меня, вы что там полторы коровы вдвоем доете? Ну, ребята, это даже смешно. Бройлеров уже вырезали, птицы нет. Там стоит 3 теленка, которых покормить, ну, это реально 15 минут времени. Подоить 2 коровы доильным аппаратом, это пусть максимум, я не знаю, еще 25 минут времени, полчаса. Раздать птичкам еду, ну, это вообще ни о чем. Это еще 10 минут, ну, 15, да, туда-сюда прошелся и водички принес. Подоить коз, ну, это точно так же, это смешно по времени. Это, ну, 10 минут потолок, подоить одну козу, дать козам. Выгнать на пастбище, на все, про все, это если один человек полтора часа утром. У Быковой она же вдвоем идет с Сергеем Петровичем на скотный двор. Смешно звучит, да, вставать 4-5 утра и идти на него, если тебе люди оплачивают работника, как раз таки, чтобы ты этого не делала и могла отдыхать, тогда я не понимаю смысл нахождения там Сергея Петровича. Ну, вот как-то странно. Дальше было веселей, когда ее попросили скинуть ссылку на Женин канал. Вот здесь, ребята, вдумайтесь в постановку, то есть я действительно записала. Вдумайтесь в то, как человек поставил предложение и вопрос ребром. Вы еще не выполнили задачу Алексея, ведь вам надо выполнить эту задачу и подписаться на его канал. И Алексей сидит расстроенный, да, и рассказывает, о, всего лишь подписалось 70 человек. Вы знаете, ребята, мне было противно от этого слушать. Вот я, например, воспринимала в этот момент зрителя, да, как просто, я не знаю, ну какой-то живой товар. Вот знаете, рассуждение, да, или не спасибо огромное, да, что вы меня поддержали, что вы подписались. Здесь всего лишь, о, 80 человек, всего лишь, как это мало, вдумайтесь. И опять-таки, да, в этом они все. То есть у вас поставлена задача подписаться на канал Алексея. Ребята, вот это действительно, я не знаю, меня покоробило. Я бы после этого не то, что не подписалась, я бы отписалась, откуда бы это было возможно. Опять-таки, далее Быкова рассказала о том, что плохие люди, к сожалению, от нее никогда не отпишутся. Ведь они зависимы от Быковой. И вот здесь у меня возник следующий вопрос. Оль, как ты определила, где плохой человек на тебя подписан, а где хороший? Ведь очень часто в твоих провокационных роликах многие твои адепты начинают в этот момент прозревать и пишут тебе гневные комментарии. Ведь они в этот момент тоже, походу, становятся плохими, если не поют под твою дудку, а высказывают исключительно свою точку зрения. И в этом, ребята, то же самое поведение какое-то странное и загадочное. Дальше, когда сидели с ней на стриме дети, их начали забирать, дети начали плакать, проситься к мамочке. И Быкова сказала, так, забирайте их отсюда, я не смогу с ними стримить, это будет трэш-контент. То есть, думайте, сидит перед вами блогер, стример, у которого плачут дети, и ей плевать на то, что дети хотят побыть с мамой, которая, кстати, обозначила, что она целый день пролежала в кровати, то есть, дети ее практически не видели. И они хотят побыть насладиться мамой, но она их целенаправленно отправляет куда-то, чтобы они не мешали, потому что надо кидать затравочку хомякам, надо кидать какие-то громкие глобальные темы о липецких хейтерах для того, чтобы рубить бабло, потому что нужно заплатить Сергею Петровичу зарплату. И поэтому детей до свидания на выход, а я здесь останусь. Она даже, скажем так, Лешу попросила на выход, хотя он еще хотел порассказывать, какой он замечательный парень и блогер. И еще раз, скорее всего, напомнить о том, что необходимо подписаться, и стоит эта задача. Но Быкова его отправила в сад под эгидой того, что иди закругляйся, мы скоро будем все ложиться спать. Королевешне нужно было остаться самой. Королевешне необходимо было подготовить аудиторию не зрячих, а слушающих, для того, чтобы эти люди начали давать деньги. И вот мне интересно, да, то есть они настолько ведомы, и их возглавил главарь, это Быкова. А они, как, знаете, безропотные овцы, которые идут и делают то, что она хочет. Сказано подписаться на Женин канал, они бегут и подписываются. Сказано подписаться на Лешин канал, они бегут и подписываются. Сказано, у меня проблемы, нужны деньги, они достают кошельки и молча слюнявят. Я не знаю, мне кажется, если она завтра скажет, ему дарится головой об асфальт, они пойдут и это сделают в 2 году ей. И будут считать, что это правильно, так и должно быть, потому что их великая Ольга Быкова об этом сказала. А она, опять-таки, благодаря им чувствует себя особенно. Она чувствует эту подпитку, да. И вот эти тысячные комментарии, вау, Оля, ты же такая женщина, у тебя столько деток. И вот они как раз ей это и внушают. И поэтому вот так и будет царь и холопы. Холопы, которые будут работать на этого царя и в угоду этому царю. И, как она сказала, перед вами стоит задача, ее нужно вам выполнить. Для меня, ребята, это было что-то. То есть сидит начальник и подчиненный, которая дана команда, бегом, и они ее выполнят. Ну, а на сегодня я по факту все сказала. Буду прощаться со всеми, ребят. Пока, до новых встреч.